С городом. Радио. Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас у нас на прямой связи была просто такая небольшая техническая пауза. На прямой связи мэр Елговый Андрей Сыравинч. Добрый день. Добрый день, добрый день. Ну вот так вот быстро год заканчивается. Понятно, что он был очень сложным для всех самоправлений. Я думаю, что Елговый не исключение, но вот тем не менее много сделано. Я вот тут тоже посчитал, посмотрел и послушал, что говорят елговчане. Все-таки много, что сделала Елговская дума. И, видимо, выборы это подтвердили, оценку, которую дал избиратель Елговскому самоправлению. Господин Равинович, как вы оцениваете этот год? Что удалось, что для вас было важно? Все-таки пандемия внесла коррекции во все. В бюджет города, в распределение средств, в поддержку здравоохранения. Может быть, обо всем по порядку? Ну да, конечно, сперва здравствуйте. И я хочу сказать, что, конечно, этот год был очень сложный. Сложный потому, что год начался с реформы. Надо было защищать статус города, потому что город все-таки праздновал 756 лет своего рождения. И, конечно, это было очень важно, остаться городом как городом. И сейчас у нас присвоено название Ваустпилса. Город государственного значения, да, скажем так. Да, государственный город, нет, город государственный. Нет, ну, очень сложно понять это слово в начале. Ну, конечно, и потом выборы, которые тоже прошли. И, ну, уже полгода мы работаем с новым составом Думы, который определился и, ну, начали работать над очень сложным и важным процессом. Это создание нового бюджета следующего года. Очень важно было, чтобы новая Дума поняла и дала оценку тем происшествиям, которые произошли, которые проектами начали и, я сменяюсь, что-то с голосом. И начали и продолжаем те важные проекты, которые были начаны в прошлом периоде. Конечно, очень важен этот период и в том смысле, что начался новый период Евросоюза, новый планированный период, новое бюджетирование. И, конечно, сейчас мы работаем над новыми проектами и новыми оценками, которые очень важны, участие в европроектах. Что касается здравоохранения, я знаю, что вы, ну, по мере сил помогаете и больнице Елговской, поликлинике. Введена вот такая своя система электронного здоровья. Вот, может быть, несколько слов об этом. Это сейчас важно в пандемию. Да, конечно, мы вообще в городе сегодня создали новый пост, пост заместителя, исполняющего директора, который будет отвечать полностью и будет сделать, создать новую архитектуру дигитальной... Ой, извиняюсь за мой русский. Все в порядке, да. Дигитальный проект, да. И, конечно, один из вопросов – это медицина. И создаем сейчас новую систему, потому что в государстве это немножко не идет в таком плане, как нам хотелось, и мы создаем новую свою систему и медицина, в котором включаются больницы, поликлиники, семейные врачи. И все объединим в единую систему, потому что улучшать... Самое главное и важное – это улучшать услугу для жителей, чтобы жители могли спокойно и очень быстро получить и сведения, и оценки, и лаборатории, которые работают, и, конечно, финансирование своего участия, в посещении врачей. И, конечно, можно сказать, что пандемия тоже заставила нас делать новые задачи. Начал работать у нас новый председатель правления города, для больницы, региональной больницы, и, можно сказать, что очень успешно складывается наша работа. И мы хочем сделать новый проект, проект новой инфекционной отделения, сделать у себя новое инфекционное отделение, потому что, наверное, пандемия не так скоро закончится, и надо думать о будущем. Как легче справляться с таким ситуацией, которая сейчас. Я знаю, что все больницы региональные жалуются на нехватку медиков. Удалось ли вам в Йелгове это решить? Есть ли проблемы здесь? Конечно, мы сделали, ну, примерно два года назад. Мы создали такую академию учебу новых медсестров и обучение новых сестер. И сегодня мы можем сказать, что проект очень удачный. И мы хотели пригласить на работу и врачей, и медсестричек. И сегодня, можно сказать, что у нас очередь ждут, когда их мы пригласим на работу. Потому что у нас сейчас более-менее ситуация стала лучше. Да, я думаю, что не только елговчане, это понятно, но и те, кто приезжает даже из Риги в Йелгу, обратили внимание, что все-таки у вас развивается активное предпринимательство, промышленная зона. И я знаю, что вот эти вот индустриальные парки развиваются. Может быть, несколько слов об этом, поскольку, ну, наверное, всегда Елгова все-таки была связана с производством. И мы понимаем, что как бы ни развивалась экономика, кто бы там нам не говорила о том, что вот там экономику услуг, все равно, наверное, производственный сектор, вот даже премьер сейчас заговорил о реиндустриализации. Я знаю, что вы это делаете. Реконструкция идет вот этой промышленной зоны, вот где улица Неветес, Гарозес и Прохорова. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, конечно, мы, ну, благодаря европейским проектам, мы участвовали, создали и выиграли эти проекты. И создаем эти новые, новую инфраструктуру для таких территорий, которые были заброшены. Одна из территорий, которая была заброшена, это те улицы, которые вы уже назвали. Территория Був-Деталяс. И сейчас там создался новый парк, индустриальный парк Лилупе. И там сейчас более 110-190 рабочих мест создались. Это очень много. И продолжаем развивать, потому что, ну, люди видят, что там территория хорошая, территория благоустроена, и все получается. Хороший, правящий проект у нас создался в территории Ялгова-Сдинавас. Это улица Баускас. Будем строить. Сейчас начали строить новый мост через реку Платоны. И, конечно, это для блага предпринимателей, чтобы они легче могли свои транспортные системы, узлы создать и, ну, работать на экспорт, скажем так. И, конечно, сегодня новый проект, который мы хотим сделать, это старая территория Лидлаука, Лидлаука, где будет индустриальный парк. Создаем опять инфраструктуру, улучшать будем улицы, водоснабжение, канализацию, электроснабжение. Это даст возможность опять создать и дать возможность предпринимателям, начать своим инвесторам, начать свои действия в создании новых рабочих мест. И, конечно, самое главное – это работать в экспорт. Это значит, что, в принципе, все больше у юговчан появляется возможность работать в родном городе. Не нужно будет ехать в Ригу, ну, к примеру, как вариант. Ну, так, ну, так, ну, сегодня у нас около 16% приезжает в Ригу работать. То есть, наоборот, рижане приезжают уже в Елкову, да? Рижане приезжают у нас уже работать, не только в одном, как было в начале 90-х годов, что все елковчане ездили в Ригу. Сейчас не только всем елковчанам есть возможность работать на месте. И приглашаем из окружающей территории, из Добеля и, конечно, из Риги. Что у нас с Риги приезжают инженеры, которые помогают предпринимателям создать новые проекты, новые оборудования, работать в этом стиле. Вы упоминали бюджет города. Понятно, что это, наверное, главный такой финансовый закон любого самоуправления, да? Вот обычно принимают бюджеты самоуправления после того, как уже государственный бюджет примет, он уже принят. Но мы знаем, что самоуправление оказается в очень сложной ситуации еще с прошлого года, когда им уменьшили вот тот процент, который они получают, вот этот Едзеву-Терена Коммун-Нодеклис, да, вот это от подоходного налога населения. Как вы справляетесь, есть ли дефицит бюджета, есть ли возможность привлечь вот еврофонды, может быть, несколько слов об этом? Ну, конечно, сегодня, но самое главное – это создать и принять новый бюджет. И в том числе в этом году у нас подоходный налог был уменьшен правительством на 5%. Это было около 3 миллионов нашего дохода. И это очень оказало нехорошее влияние. И сегодня мы работаем, у нас еще надо уменьшить свои расходы на 1 миллион. И, конечно, подоходный налог повысился. То, что считается, что наши предприятия рабочие платят налог, это нас радует, что, конечно, это доход городского бюджета. И можем сказать очень большое спасибо им за такое действие, что у нас большие заводы, те, которые работали, платили, сегодня работают, работают побольше и платят, наверное, больше. Ну, это мы будем по закону почувствовать через 2 года. Этот год мы будем почувствовать через 2 года. Но сейчас 2019 год, основной год, ну, подоходный налог у нас повысился на 2 миллиона. Это существенно. Ну, в ситуации, конечно, на европейские фонды работаем и все благоустройства, все ремонты, все, надо сказать спасибо еврофондам, потому что это дело мы можем делать только за счета этих проектов. Да, вот интересно, те, кто приезжает в Елгову, ну, по крайней мере, из Риги, это очень бросается в глаза, вот эти многоквартирные, ну, советские дома, панельные, все-таки большинство из них вот утеплены, то есть так называемая энергоэффективность, я так понимаю, что это вот как раз в том числе за европейские деньги, да? Ну, за европейские деньги и, конечно, за участие самых жителей. Конечно, да. Но там надо, наверное, еще работать и работать. У нас есть очень много домов, которые, ну, да, начали этот процесс, и мы считаем, что у нас в городе очень нуждаемся новых квартир, новых домов, и у нас ведется работа с одним немецким кооперативом, очень большим международным кооперативом, и я надеюсь, что в следующем году мы начнем, ну, будем копать фундамент этих новых домов. То есть фактически это будет такие Ирис Маэ, да, что-то такое, вот арендный дом, да? Да, эти будут и Ирис Маэс, и Ирис Дзи Вокли, которых можно будет арендовать, квартиры, и, конечно, будет, ну, возможность стать членом этого кооператива. И у нас с кооперативом, ну, такая договоренность, что нельзя плата за аренду не больше 5,5 евро за квадратный метр. Ну, они согласились, что так будет стараться сделать, и это будет, наверное, приемлемо для новых семей, для тех, которые, ну, хочут стать жителями города. Да. Я знаю, что большие усилия вы прилагаете вот к развитию системы образования в городе. Наверное, здесь тоже есть о чем сказать вот по итогам года. Конечно, мы у нас, ну, сделали новую реформу сетей наших школ, и сегодня работаем в полных школах. Но, конечно, этот год и прошлый год был очень сложен за пандемию. Школьники не могли посетить школы, и сегодня можно сказать, что все школы работают, работают в тесном контакте. И, конечно, это был такой учебный год, когда мы должны были сами учиться, какие технологии надо, как технологии сделать этот процесс технологический, чтобы можно было из дома учиться, школьники. Им надо было учиться. Спасибо родителям, которые помогали ученикам осваивать технологии, осваивать методику, как учиться. И, конечно, учителям. Самые сложные ситуации просто с учителями. У нас тоже нехватка учителей, и за невакцинацию ушло, несколько учителей ушло в отставку. И сегодня, конечно, в каждой школе есть очень сложная система. Но надо сказать большое спасибо учителям, родителям детей и самим детям за совместное понимание, как лучше сделать качественное обучение. Да, вот не могу вас не спросить. Все-таки сейчас все обеспокоены, так мягко говоря, вот этим ростом тарифов, отопление, электричество, газ. Вот мы вчера, я думаю, вы тоже посмотрели передачу Домбурса «Коснотой к Латвии». Выяснилось, что у нас такой нет четкой энергетической политики. Но в какой-то степени правительство не знает, а что ему делать. Да, есть разные инициативы, там снижение ПВН, потом вот садовались тарифы и так далее. Вот как вам это видится? Что здесь может вообще сделать самоуправление? Что должно сделать государство? Вот как вам кажется? Ну, конечно, конечно, это очень сложный вопрос. И это, ну, я думаю, что это маленькая катастрофа, когда мы получаем эти счета про электричество. И мы сегодня можем сказать спасибо себе, спасибо нашему предприятию, который назывался «Фортумс» и сейчас «ГРЭМ», что мы перешли на «Штелду», деревянное отопление и производство, производство электричества. И можно сказать, что у нас тариф на отопление повесился 6,6 процентов сравнительно с государством разных других городов. Это очень маленький прирост. И, ну, можно сказать, что будем удержать его. И благодарны специалистам и компаниям, которые над этим работали. И, ну, ну, мне можно сказать, заставили нас много лет назад перейти на эту систему отопления. Но сделана очень большая работа. И сегодня мы можем почувствовать впервые, почувствовать плоды этой работы. Конечно, работаем и с другими предприятиями. И хотим, купили, с Еврофондами купили 4 автобуса электрические, которые надо зарядить. И придумали новый проект. Но у нас регулятор это не утверждает. И думаю, что будем привлечь европейских специалистов, которые, ну, нам и наше правительство скажут, что Европа сегодня очень большое внимание уделяет солнечным батареям. Очень большое внимание уделяет ветерному. У нас создается ветерный парк на территории выработанного болота. И сегодня, я думаю, что государства нету такой строгой политики, как себе обеспечить электроэнергией. Если, по данным, 70% мы из потребностей государства сами производим, это мало. Это почувствовали, что у нас соседи, может, нам поставить цену. И сегодня очень важно сделать новую энергополитику государства. Чтобы они это сделали, и мы, как самоуправление, могли уже ясно видеть, какой путь нам идти, в какую сторону, как... Конечно, это самый быстрый путь, это солнце, это ветер, и это водяные хидростанции, но мы должны знать и новые системы. Мы сейчас работаем на... чтобы... Удень, Радыжа... Водород. 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 Создать производство водорода. И это правильно, потому что, в принципе, это перспективно. Водород и электричество – это то, что для Европейского Союза сейчас. И вот эти вот измеши, выборы СО2, я так понимаю, что это тоже актуальная проблема уменьшения их, да? Ну, конечно, мы в 2008 году подписали пакт меров Евросоюза, где мы обязулись снизить до 2020 года снизить выборы СО2 на 20%. Ну, у нас удалось это снизить на 28%, и мы подписали уже новый этот пакт меров и городов, и наша задача до 2030 года снизить СО2 выборщик до 40%. Ну, у нас это получается, надо 18% снизить, и за это мы очень много внимания уделяем освещению улиц города, где ставим LED лампас, и, конечно, делаем эти четыре аккумуляторные автобусы, в том числе зеленый путь, и, конечно, энергоснабжение домов, это следующий очень важный путь, который мы идем, и над которым работаем. Да, может быть, такой последний вопрос, он такой связанный, естественно, с пандемией, вот, периодически возникает дискуссия о том, что, может быть, все-таки стоит больше полномочий, ну, по введению тех или иных ограничений отдавать самим самоуправлением, ну, к примеру, чтобы Белговская дума в зависимости от темпов заболеваемости решала, ага, вот эти магазины мы открываем, пускай работают и в выходные дни, вот это мы сейчас закрываем, ну, чтобы самоуправление как-то сами решали, потому что они более мобильные, они понимают и видят эту ситуацию, да, вот, как вы к этому относитесь, потому что сейчас, ну, многие предприниматели в совершенном недоумении, почему, допустим, они не могут работать в субботу и воскресенье, можно подумать, что вирус нападает именно в выходные дни на людей, да, ну, как-то логики нет. Конечно, 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 мы сегодня смотрим и наша практика такова, что очень важные решения, которые связаны с жителями, должны приниматься на месте. Этот период был такой, что в самоуправлении вообще не участвовали, у нас ничего не спрашивали, правительство делало свои дела. Конечно, сегодня, сегодня мы видим, что без самоуправления эти вопросы не решаются, и мы принимаем участие и в вакцинации, даем наши люди звонят пенсионерам, звонят и ну, ну, парлят, и убеждают их о том, что очень важно вакцинация особо тех постаревших людей, сеньоров, которые, ну, очень сложно переживают этот процесс. И, конечно, конечно, если у нас была бы задача и возможность побольше принимать такие решения, которые мы смотрим, ну, это непонятно, как выполнить, это непонятно, как сделать, но мы в принципе согласны с том, что надо делать дела, которые уменьшали и сокращали заболевания и контакты. Я думаю, что мы это не смогли делать нормально. Да, ну, что ж, будем надеяться, что следующий год окажется более благоприятным и, наконец, эта пандемия ослабнет. Понятно, что вирус, наверное, полностью не пройдет, но будем надеяться, что мы сможем как-то с ним справиться. Удачи елговчанам и вам лично. Мэр Елговый Андрей Саравинч у нас был в прямом эфире. Большое спасибо.